Всем привет, привет, я тут Солнечная Италия на проводе, пришел Артос, сеньор, принес вот такую газомешалку, с чемоданом пришел, вот такие вот инструменты, там уже сделали какие-то дырочки, двери не знаю для чего, боже мне не верится, розеточку тоже Артос закроет, потому что здесь будет стоять машинка для мытья посуды, вот здесь газ по идее, разворот, и вот здесь вот прям мыть посуду и смотреть на женщину, бабушку, которая вешивает трусняк, конечно, если бы это вот был бы какой-то, знаете, какая-то проезжая часть, какой-то, ну я не говорю уже там центр, да, ну вообще просто где есть движняк какой-то там, я не знаю, проспект, уже было бы интереснее мыть посуду, вот, вот эта женщина, она никогда не закрывает окошко, потому что в туалете, видите, вот у меня тоже в туалете все время окно в таком положении, у этого мужчины наверху окно, просто другое стекло, поэтому он его открывает, ну, другое стекло, а вот эти вот тоже они не открывают окна, потому что они, получается, идут, ну, можно видеть, что происходит, то есть бабушка вообще никогда не открывает это, вообще это бабушка там и не видно, они балкон не используют, у них даже баков нет на улице, видите, мусорных, так, а у нас это, я не знаю, сейчас я буду, когда уже кухня встанет, я уже буду думать, куда что поставить-то, конечно, буду думать, попросила также Артоса сделать мне дверную ручку, так, я тут рассказываю людям, показываю, как ты сделал дырочки, слышишь, это самое, сеньор Артоса, расскажите, а вы это самое, ты занимался в этом, в коллективе танцевал сколько лет? Четыре. А, всего четыре? Всего четыре. И тебе хватило быть профессионалистом? Ну, я не считаю, что это профессионалистом, мне хватило повышенных анкетов. Слышишь, так, а что ты танцевал, гопак? Я танцевал народные, много народные. Ну, мы тоже, это самое, народные. В училище культуры. Так-то в самодетельности я начала очень поздно танцевать, ну, вот именно мама меня водила, там, знаешь, на бальные танцы, там, или на гимнастику, в детстве, военный городок, и поэтому получалось, что очень далеко возить надо было. Выезжать в город, понятное дело, машин-то даже не было, своих, собственно. И она меня привела, помню, город Кривой Рог, на бальные танцы. И надо было со своим партнером, ну, типа, мальчиков не было. И мы взяли из первого этажа, как сейчас, помню, звались Алеша Руденко. Взяли мальчика, мама взяла и говорит, ну, типа, Марина будет танцевать, типа, там, в пара нужна. И мальчик, ну, возила меня с этим мальчиком, короче, на бальные танцы в город, там, куда, я не помню. Слышишь, и, короче, там, на каком-то занятии, женщина, учитель говорит, а теперь мальчики могут пригласить девочек. Ну, каких девочек вы хотите, пригласите их с собой в пару, прикинь? И все мальчики к тебе побежали. Нет, наоборот, тот, который со мной, этот Алеша Руденко, козел, который со мной пришел, этот ребенок, побежал к другой девке, ну, к другой бомбине, ну, девочке. Я вообще в шоке была, думаю, нифига себе, слышишь, мы искали другого партнера. Пошел в другую бабу, пригласил, а меня поставили в пару с девочкой. Естественно, я отрудилась этот самый, как его, это занятие, ну, сколько мне там было, лет шесть, наверное. Отрудилась это занятие, и маме сказала, вот это... Это что, снимаешь? Да. И я говорю, Руденко, вот этого, чтобы я больше не видела, а он на первом этаже жил. И все, и после этого спальными танцами я завязала, ты что, это так унизит меня в детстве. Смотри, если я тебе расскажу, как я научился танцевать, ты будешь смеяться, если тоже. А, что? Потому что, когда... Давай мне сюда. У нас же очень модные свадьбы, много танцуют на свадьбах, вот эти, быстрые танцы. И я вот тоже, конечно, хотел научиться танцевать, я был где-то 7-8 классом, и просил свою двоюродную сестру. Оу! Я это не снимаю. А, ну, как бы, ну, да. А, ну, помучал я ее, помучал там один танец, и потом все, как бы, у всех нет времени. Когда я просил, чтобы научиться, потому что за один танец ты, конечно, не научишься. За один танец, а ну, слушай, ее не надо выкладывать, чтобы присунуть. Все морозы здесь, никто не хотел меня учить. Ты пошел... Что тогда? Тогда... Так, а какой ты танец хотел выучить? Вальс? Ну, вот этот свадебный, быстрый. Свадебный? Польку. А, свадебный, быстрый, польку. Ну, что, по-станцуете, быстрые танцы. Ну, я на свадьбе давно уже не была, даже не на свадьбе. Ну, ты в жизни вообще была на свадьбе украинской? Да. Ну, у меня же была моя свадьба, но у меня... А, на украинской не было. Да, да, да. Ну, там, в основном, и танцы, это быстрые, так. Прямо как едет. И никто не хотел, никто не хотел. Я, когда мама купила мне на день рождение манинфон, в те времена, это было... Да, 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 да. И я записал вот эту музыку свадебную. Кассету. И дома, когда не помнила, кастрюлю. А, вместо... Музыку включили и... А, Полька, наверное. Ну, Поль еще встал Поль. И учился так и танцевать. И научился я танцевать. Но, когда я научился танцевать, они все мечтали, чтобы я пригласил хоть один танец. Потому что, когда я танцую... Ну, это так, чтобы не... Ну, да, 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 да. Я поняла, да. Когда я танцую в быстрый танец, так половину смотрят. В энергии весь. Как я кружусь. Кружишься. Блин, классно. И после этого все мечтали, чтобы я приглашал их танцевать. И все говорили, чтобы ты меня взял, чтобы ты меня взял, чтобы ты меня взял. А я говорю, сводочи. Да, вы же не хотели со мной. Ну, конечно, я не взял память. Слышишь, это самое, Артос, а не надо выкладывать ее по этому... По рисунку. Нет, здесь как раз рисунок не должен совпадать. Здесь должно быть все. Окей. Как у нас получилось? Ну, да я сейчас девочкам покажу, как у нас получится. Сейчас. Сделаю. Конечно. Хорошо будет смотреться на стене она. Приветствую, чтобы ты девочкам показывала, когда уже готовалась. Ну, хорошо. Правильно. Дурака полуработы не показывают, как говорится. Ну, это я сейчас не про девочек, это вообще. Слушай, это самое. А уже так танцевать, именно танцевать, я начала ходить в 12 лет. Уже сама. Вот уже военный городок, Запорожье. И я уже сама пошла, записалась. То есть я именно хотела уже ходить. Ну, а что там нам? Классику нам не давали, потому что мы уже большие были. Младшими классами. Елена Леонидова назвали моего преподавателя. Младшим девочкам в классе она давала. Уже как этот разносился ремешок. Надо его доносить и новый купить по весне. Вот вот сестра моя, когда занималась в младшей группе, она ей это самое. Классику уже преподавали в детской группах. У нас была очень хорошая костюмерная, очень богатая для военного городка костюмерная. Она ставила такие номера красивые. Даже учитывая, что разные были у всех эти возможности, да, как это сказать, не возможности, а способности. И ставила обалденные номера. Прям вообще просто. Она была красивая, худенькая такая. Прям я уже с 12 лет знала, что я хочу быть хореографом. Потому что вот она вот прибила, вот любовь привила. Я не знаю, блин, все. Я хотела танцевать, кружиться. Мне надо было кружиться. Мне очень нравилось. И я ей уже в 12 лет свои задавала вопрос. Я это просто так говорю, что сейчас, конечно, дети уже более активные. По тем временам тоже, знаете, не знал, куда пойдешь учиться, когда тебе там 18-16. Я уже с 12-ти знала. Вот. И я спрашивала у нее, в какое училище она у меня стала. Мелитопольская. То есть я уже в 12 лет знала, что есть город Мелитополь. Мелитопольское училище. Там училась моя Елена Леонидовна. И я уже знала, что я буду кружиться. То есть все, это все. Потом мама была против. Говорила, что 40 лет ногами махать там туда-сюда. Отец все время говорил, хочет, то сделает, что ты ей отговариваешь. И я закончила 8 классов. Потом пошла учиться на, пошла учиться на этого самого, на воспитателя, короче. И педагогическое. Я его, естественно, не тянула. Я туда пошла, потому что мама как захотела предложила. И, в общем, в итоге я год отучилась. Она поняла, что со мной без толку разговаривают. Что-то я все равно бегала танцевать. И она меня это отпустила, так скажем, в Мелитополь. Я уехала из Запорожья в Мелитополь. Я там училась год. Потом через полтора года родители приехали. Ленулечка мне плитку ложит уже. Пришел Артосик и ложит мне уже плитку. Так что все. Лед тронулся, Леночка. Переходника мне надо. Что тебе нужно? Переходник? Вот с такого, чтобы я нашел. Смотрите, девочки, мальчики, мужчины. Вот так вот называется канал. Вот. Это канал мужа моей знакомой девочки, которая живет в Одессе. И вот муж снимает канал. Смотрите, вот у него есть как... Видите, там что-то смарт, для смарта. Здесь типа как... Ну, короче, как бы вам сказать. В общем, канал показывает, как можно что-то подключить, что-то изменить. Вот видите, допустим... Не знаю, наверное, украинская какая-то. Типа не на ТВ 90 и ПТВ каналов на халяву, допустим. Вот. Лучший халявный и ПТВ портал для Android. То есть я вот этих просто слова-то не разбираюсь. Но если кому-то надо, если вот кто-то ищет, да, то вот так вот называется канал. Можете забить на Ютубе. И здесь вам все подробно в видео рассказывается. И показывается, как это все делать. Вот. То есть показывает, видите, поэтапно, куда нажать, куда перейти, куда это. То есть если еще раз говорю, кому-то надо, вот так вот называется канал. Это Инстаграм. В Инстаграм нечаянно перешла сейчас. Вот так вот называется мой Инстаграм. Это мое сегодняшнее видео в Инстаграм. Поэтому подписывайтесь. Ссылка есть в описании на мой Инстаграм. Так. В общем, смотрите. Вот девчонки еще раз, мальчики и мужчины. Вот так вот называется. Я просто не туда нажала. Вот тут есть плелисты. Все по плелистам раздросано. Я просто вот эти вот не понимаю слова. Вот эти вот. Ну, допустим, Samsung Smart TV. Наверное, здесь рассказывается, как там подключить как-то надо. Вот. То есть поэтому вот так вот называется еще раз. Оля, тебе огромный привет. Мужу привет. Процветание каналу. Только вперед. Видите, вот. Надеюсь, что кому-то будет нужна вот такая вот рекламка. Кому-то будет интересно и воспользуется вашим каналом. Кто-то из девочек на Инстаграме прислал вот такую вот фотку девочке. Смотрите, типа, как моя Валюха. Вообще, конечно, игрушки, которые мне присылают в Инстаграме, сбрасывают девчонки из России очень красивые. И шапочки розовые. И, смотрите, здесь она сидит на качеле. Девочки, купите мне такую куколку на новоселье. Буду очень рада. И мне, кстати, один сайт здесь скинули тоже в Инстаграме, который продают вот таких вот кукол. И, видите, все-таки они в тренде. Смотрите, вот так вот называется Инстаграм. И тоже кто-то из девчонок кидал сюда ссылку. Посмотрите, какие красивые игрушки. Боже, у нас таких нету. Не знаю. Платите деньги. Какая красота. Посмотрите. Вот так вот называется Инстаграм у них. То есть, это не реклама. Это мне кто-то из девчонок скидывал в Инстаграме. Просто я посмотрела, и я просто офигела, насколько красиво. Приключаемся. Ну что, девочки, мальчики, мужчины. Я вам покажу, что мы сделали сегодня с Арамисом. Арамис, Артос. Артос, мне там может просто в комментариях написали, что вы не так его назвали. Смотрите. Вот часть работы на сегодня. Вот эта вот плиточка. И надо еще один инструмент, чтобы ее повырезать. Потому что плитка будет и вот здесь вот лежать. Тоже там наполовину. Вот тут около кошки. Чтобы кошки не пачкали. Девочки, мальчики, мужчины. Вы просто на засыпку. Мне предлагает Артос замазать Арамис. Замазать серой замазкой. Чтобы она подходила по цвету, да. И там у меня, получается, уголки, которые от самой кухни, от мебели. Они тоже серенькие. В Икее так продали. Ну, не было белых. То есть выписали сразу серый. Может белых нет, я не знаю, в уголочках вот этих. Которые будут лепиться к стене. Вот. И он мне говорит, что лучше делать серенькими. Потому что, говорит, оно будет, ну, смотреться лучше. Говорит, но я могу тебе сделать с белой замазкой. Вот что вы посоветоваете? Какую замазку? Я что-то как-то к белой больше склоняюсь. Потому что, ну, я не знаю. Я просто это первый раз делаю. Я вообще не знаю, как надо. Видите, я штору сняла. Написали, идиотка, сними штору. Ты ее неправильно повесила. Но сняла. Я их потом постираю и перевешу. Это уже потом все. Каранцы, как они висят. Конечно, их постирать надо. Они уже были не это. Ну, в общем, не знаю. Пишите, как вот вы думаете, какой замазкой сделать. Сделать ли ее замазкой беленькой. Или, как говорит Аламис, сделать ее серенькой. Понимаете? Розетки там тоже сделает, он сказал. Вот здесь тоже будет, по этой стороне тоже будет плитка лежать. Таким макаром будет лежать. Плитка, чтобы труба все равно была на свободе, как бы труба была. Но плитка будет по бокам. И вот на вот эту вот жопку он сказал, что-нибудь потом придумаем. Чем-нибудь закроем вот эти вот трубы. Я не знаю, как. Я просто длинный шкаф на самый стол ставить не хочу. Оно место займет на столешнице. То есть если вот прям вырезать туда шкаф, то нет. В таком случае пусть висят вот эти вот гондонки. Я не знаю, потому что реально здесь можно поставить что-то сюда. Потому что столешница и так она, что там рабочей поверхности сколько? Рабочей поверхности мало будет. Ну вот здесь вы можете порезать. Там помыли и сюда бросили этот. Изначально же холодильник-то я же брала маленького роста, чтобы он сюда встал под колонку. А потом, когда уже стена начала мочиться, то написали, что поставьте туда холодильник. Ну он уже мне здесь прижился, он меня здесь уже не раздражает. Нормально. Вот. Единственное, он говорит, где мы будем резать? Говорит, на улице что ли? Я говорю, не знаю. Дома с пылесосом буду стоять это, подсасывать. А что делать? Он аккуратненько все сложил. Все там от кошечек. Потому что я не знаю, как мы, вот где я и кошки все равно на вот это вот. Именно вот на это окно. Ежет окно? Нет. Они все равно на это окно. И представьте, здесь вот будет мойка. Надо помыть посуду. Все. И все равно кошка будет запрыгивать. И все равно будет искать именно это окно. А по дизайну это я давала руки в старое свое полотенце. Вы сейчас напишите за полотенце. Мальчик вытирал руки. Ну вот. И все равно там же у меня по дизайну цветы. Горшок с цветами. Полки, кстати, тоже. Одна полка будет белая вот здесь. И одна полка будет вот здесь. Потому что за вытяжку, я не знаю, у меня в принципе есть окно. Но я так таковой, когда у меня была эта вытяжка, я ее и не включала. Тем более я не готовлю так много. То есть мне хватит того, что... Смотри, как она издалека смотрится. Как она издалека смотрится. Нормально. Я из-за того, что это самое окно, что есть. Ну, что там макароны 15 минут сварила и все. Картошку пожарила там. Ну, я не знаю. То есть я, по идее, я сюда хочу полку. Мне надо пол протереть срочно сейчас. Это вышло будет выпускать. Мне надо сейчас срочно протереть. Потому что у меня сейчас кошаки. Грязи нет, пыли нет. Но все равно надо протереть. Кошаки сейчас лапами это все разнесу. Вот здесь я хочу одну полку. Вот так вот одну полку. Вот. И одну вот сюда вот полку. У меня будет там цветушки. Они как раз по размеру это полка. Даже если ее... Не знаю, на видео смотреть. Или ее притулить к этой стене. Или же нет. Потому что тут же еще колонка, чтобы колонка открывалась. Если она нужна будет, понимаете. И она вот здесь. Если я еще здесь делаю полку, то вытяжку откуда я сделала. Для меня полка важней, чем вытяжка товарищи. Я не хочу вытяжку. Я не знаю. Я хочу две. Вот сюда две полки. Они мне подходят по размеру. В том плане, что и колонка может открыться, и все остальное. Единственное, что надо смотреть. Или ее... Ой, мя деда. Я хмут на земле и сплетела. Ну ладно. В общем, я туда хочу полки. Одна полка там у меня будут кактусы стоять. Вот. И вторая вот здесь можно... Я не знаю. Ну, вытяжку вот эту огромную, чтобы она мне заняла все это место. Я не хочу. Я, ну... Конечно, уже когда сейчас вот кухня встанет завтра, я уже дала Арамису документы. Он завтра заедет с чеком документы, чтобы он сюда за мной не ехал. Потом я опять туда ехала за этим шкафчиком. Я говорю, тогда уже сам заедь, забери. Тогда у тебя будет свободное время. Зачем ехать за мной? Чтобы я ехала туда. Потом опять привозить сюда вот эти вот... Время привождения вот это вот не нужно. Вот. И там. Заберет завтра уже шкаф угловой. Все. Можно уже это, да. Все. Все. А уже комплект дома стоит. Можно монтировать. Монтировать эту кухню. Можно уже делать. Уже выдохнуть. Плитка тут ложится, понятное дело. Ну как вам, девочки, мальчики, мужчины? Я не знаю. Понимаете? Я просто не знаю. Потому что это у меня первый раз. И я не знаю, как бы, где хорошо, где плохо. То есть я не разбираюсь в этом. То есть мне пришли, вот плитку поставили. Вот там. Все красиво, все красиво. Здесь ее доведут до вот этого. До вот этой вот части. Ее доведут. И вот здесь тоже, ну типа, по уровню выложат эту плитку. Там вот, где столешница. Здесь тоже рабочий единственное место будет. И все. Понимаете? Я, конечно, в шоке. Читаю ваши комментарии. Пишут. Это серьезно, Карл, так говорит, за подарки или нам так преподносят? Серьезно? Он сказал, вас же трое. Типа, мне на троих делать вам подарок, а вы еще только один подарите. Никакие я подарки никакие сейчас делать никому не буду, потому что мне надо, во-первых, дожить месяц, довести кухню до ума. То есть мне сейчас не надо подарок. Детям подарки я сделала на Новый год, который они хотели, на Рождество. В Украину я потом отошлю посылку, ничего страшного, тоже войдут в мое положение, подождут. Ничего страшного. Мне надо иногда в жизни подумать тоже обо мне, понимаете? Обо мне, чтобы сделать уют, чтобы сделать хоть какой-то комфорт, чистоту. Я тоже это, как бы, тоже я это хочу. Сколько ж можно. Вот. И писали, что это стекло на Валентине не помойте, потому что все равно здесь будут сейчас пыльные работы. Они же мне это стекло грохнули. Я говорила Васе, я все же не могу понимать, что человек напрягается чем-то. То есть он сейчас уже придет к другим инструментам, будет там это все это. И все это все сделается. Я думаю, что, я не то что думаю, я уверена, что к Рождеству католичеством это все будет сделано. Здесь я попросила сделать мне этот самый подсветку. Я попросила, чтобы у меня здесь подсветка была. Но если подсветки не будет, я думаю, вот эти вот шарики, они прекрасно будут смотреться вот здесь. Они могут тут висеть постоянно, независимо от вас Новый год или это. Они очень такие не принуждающие ни к чему красивые шарики. На батарейках они работают. Но я попросила, я сказала, что я хочу там вот сделать подсветку, подсветку по цветы. Я ждала деньги Пете на подсветку. И на второй принтус. Не на второй, как он называется. Принтус на потолок. Ну, не судьба. Ну, все. И тоже эту починил. Еще я говорила, не знаю, по-моему, в инстаграме сказала, да. Починил мне он вот эту вот штуку. Ее можно, кстати, мыть. Завтра, наверное. Или когда. Загадывать ничего не могу. Надо мыть. Потому что потом будет уже все. Или весна, по-моему. Не знаю. Но протереть ее надо в любом случае. То есть все. Она открывается. Она закрывается. Единственное, что ее не надо до конца до самого выводить. Вот так вот. Здесь окно закрывается хорошо. Здесь вот будет мойка. Пошел, помыл, посмотрел в окно. А что в окно там нифига не видно. Ладно, все. Мальчики, девочки, мужчины. На этом буду с вами прощаться. Всем пока. Огромное спасибо за ваши комментарии. Пусть у вас тоже мечты сбываются. Все будет хорошо. Все равно все будет вовремя. Не переживайте. Все равно все будет так, как вы хотите. Потому что если вы загадаете наперед. Вот все равно. Видите, я нервничала. Конечно, эту кухню можно было еще два месяца назад закончить и сделать. И плитку положить. И саму кухню эту купить. Эти три ящика. Понимаете. Просто, значит, не было момента. Был ненужный. То есть для чего-то далось это время. Вот это вот долгое время. Для чего-то, значит, оно мне далось. Переосмыслить ее. Я не знаю. Перезагрузиться. Ну, в любом случае, конечно, я нервничала. А как вы хотите. Конечно, я нервничала. Так, сейчас я сделаю тебе салатика тоже. Это я карандашики ему точила. Надо отнести карандаш. Все. Девочки, мальчики, мужчины. Здесь красиво. Там красиво. Везде красиво. Все. Ничего не знаю. Свет выключаем. И вот такая. А, звезд же ж нету. Звезды я сняла. Аж постирать эту штору. Но я завтра, послезавтра сниму еще ту штору. Надо снять. Чтобы их вместе замочить. В тазик положить. Чтобы в тазике полежала она сама. Ну и все. Кто пишет, поздравляю. Все. Наконец-то закончилось. Что поздравлять-то? Тут еще в коридоре сколько разбираться. Вот это вот коробки стоят. На вынес до субботы. Здесь я вынесла на время кошачью еду. Воду. Там все. Потому что там работы шли. Сейчас пол протру. И опять поставлю сюда все котиком. Шкаф. Вот этот естественно он уберется. Вот этого шкафа не будет. Телевизор я вот туда вот повешу. Вот на эту стену. Все. Стол куплю. Все будет нормально. Симпатично. Я думаю. Уже входишь. Уже входишь. И уже все. Там плиточка лежит. Уже совершенно другой уголочек. А прикиньте когда там мебель встанет. Аккуратненько. Ой. Девочки, мальчики, мужчины. Всем всего хорошего. Продолжение следует...